Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписаны, рекомендуем это сделать, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Наш сегодняшний обзор будет посвящен достаточно интересному автомобилю. Это универсал, причем спортивный универсал. На наш взгляд, один из самых красивых автомобилей в таком кузове, по крайней мере, для японского рынка. Для зрителей с западной части нашей страны такая машина, возможно, будет в диковинку, но вот жители Дальнего Востока к этим автомобилям уже более или менее привыкли. Однако у нас в Сибири данная модель все еще воспринимается как диковинка. Подобная машина еще редкие гости в нашей компании, но сегодня один такой экземпляр в наши руки попал. В последующие несколько минут поговорим про эту машину с точки зрения потребителя, примерим на себя салон, посмотрим багажник, поговорим немножко про агрегаты и, конечно, заглянем на автомобиль снизу с подъемника. Встречайте, Subaru Le Work, первое поколение, кузов VM. Subaru Le Work в кузове VM появился в 2014 году. Этот автомобиль продолжал выпускаться по 2020 год, пройдя через рестайлинг в 2017, в ходе которого автомобили освежили внешность, ну и, как водится, кое-какие моменты доработали. В модельном ряду компании Subaru Le Work занял промежуточную нишу между относительно компактной импрезой и большим полноразмерным седаном и универсалом Legacy. Но при этом этот автомобиль не имел вариантов кузовного исполнения. Le Work значит универсал, без вариантов. То же самое касается и типов привода и коробок передач. Коробки только вариаторные, а привод только полный. А вот по части моторов выбор все же был, пусть и не обширный. Покупатели этого спортивного универсала могли выбирать между младшим в линейке 1.6 Turbo на 170 лошадиных сил и более мощным двухлитровым на 300 лошадей, также оснащенным турбонадулом. Наш сегодняшний экземпляр это дорестайлинг 2014 года под капотом 1.6 на 170 лошадей, полный привод, вариатор и пробег по Японии 146 тысяч километров. При первом взгляде на автомобиль становится видно, что Subaru Le Work это достаточно немаленькая машина. Длина 4 метра 69 сантиметров, ширина кузова 1 метр 78, а высота 1 метр 48 сантиметров. По своим внешним габаритам этот автомобиль превосходит импрезу, но слегка не дотягивает до более старшего Legacy. Колесная база этого универсала 2 метра 65 сантиметров, что предполагает наличие достаточного пространства для пассажиров в салоне. Ну а что касается радиуса разворота и удобства маневрирования, то Le Work, как и любой полноприводный автомобиль, имеет значение чуть выше среднего 5,4 метра. Что касается толщины лакокрасочного покрытия кузова, то на Le Work оно стандартное для большинства японских машин. И разброс показаний толщиномера будет лежать в диапазоне от 80 до где-то 130 микрон. Если сильно больше, то смотрите элемент на предмет вероятного повторного окраса. В том же, что касается сопротивляемости коррозии, Le Work, как мы уже говорили, достаточно молодые автомобили. И пока ржавчина на их кузовах еще не развернулась в полную силу. Тем не менее, при осмотре автомобиля на подъемнике смотрите днище, пороги и арки в обязательном порядке. В конце концов, никто не исключал возможность купить автомобиль с северных территорий после реагентов. Ну и второй вариант. В любом случае, вам нужно осмотреть автомобиль всесторонний на предмет контроля целостности кузова и отсутствия следов восстановления после ДТП. Ну а теперь переходим, собственно, к осмотру автомобиля изнутри. И начнем обзор, конечно, с багажника. Тем более, что это универсал, хоть и спортивный. Проем достаточно широкий. По нижней части 105 сантиметров. Что касается длины погрузочной площадки, при поднятых задних сидениях, это также 105-106 сантиметров. По ширине в задней части багажника 133 и между колесными арками порядка тех же самых 106-107 сантиметров. Пол багажника довольно высокий, но под панелями фальшпола в данном случае у нас есть глубокая ниша, куда можно спрятать разного рода мелочь, дабы она не летала у вас по багажнику. Вторая ниша более мелкая. Сюда поместится что-то относительно негабаритное. Под дополнительной панелькой у нас домкрат, баллонник и буксировочная петля. Ну а что касается каких-то дополнительных удобств, это два сетчатых кармана по бокам. И, пожалуй, что плафончик освещения по левой стороне. Также, в отличие от некоторых универсалов, от других производителей, в Леворге компания Subaru все-таки предусмотрела функцию складывания спинок задних сидений из багажника. Весьма удобно и, кстати, весьма быстро. При сложенных задних сидениях длина груза, который вы сможете увезти в Леворге, это 1,82 сантиметра. Ну а если задаться целью погрузить что-то очень габаритное в плане длины, но не габаритное в плане ширины, то 2,50-2,60 в зависимости от специфики груза и того, как вы его повернете. Дальше груз просто упрется в панель приборов. Что касается салона Subaru Levork, за рулем этого автомобиля мне при росте 1,86 метра достаточно быстро удалось подобрать удобную посадку. Надо сказать, что сами кресла в этом автомобиле достаточно упругие, не сказать, что жесткие, упругие. И при этом имеют очень четко выраженную боковую поддержку, что, собственно говоря, подчеркивает спортивный характер автомобиля. Весьма удобно. Также стоит отметить, что рулевое колесо у нас регулируется как по наклону, так и по вылету, причем в достаточно широком диапазоне. И регулировка по наклону здесь подпружинена, что, опять же, удобно. Также водительское кресло имеет электрорегулировки в достаточно серьезном диапазоне. Вот это вот максимально отодвинутое назад кресло, и моя левая нога практически выпрямляется в колени. Причем это с упором на площадку для отдыха левой ноги. По части подлокотника все обстоит неплохо. Под правой рукой отделанный кожей кусок дверной карты, и с левой стороны подлокотничек есть. Правда, он достаточно куцый, но локоть на него, в принципе, упереть можно. По части клавиш управления справа от руля у нас находится кнопка выключения системы стабилизации и кнопка запуска двигателя. На самом рулевом колесе с правой стороны сгруппированы клавиши управления функциями адаптивного круиз-контроля, а также кнопки управления режимами системы C-Drive, которая может работать либо в режиме спортивном, либо в режиме стандартном, который здесь называется Intelligent, интеллектуальный. С левой стороны внизу клавиши пролистывания меню бортового компьютера, подрулевые лепестки для переключения в спортивном режиме, имитирующем работу автоматической трансмиссии. Слева на тоннеле клавиши управления включением-выключением системы Start-Stop, электрический стояночный тормоз, а также клавиши активации функции противоотката при трогании в горку. В некоторых комплектациях здесь может находиться еще и управление подогревом сидений, но наша комплектация его не имеет. На центральной консоли внизу пульт управления системой климат-контроля. Здесь все просто и понятно. Температура регулируется удобными поворотными ручками, здесь климат раздельно рассчитанный на две зоны, ну и сами по себе клавиши тактильно достаточно приятные и более-менее различимы даже на ощупь. Что касается разного рода ниш бардачков и подстаканников, здесь есть ниши в дверных картах, есть даже, скажем так, подбутыльник, куда можно поставить либо банку с напитком, либо небольшую бутылочку и в одной, и во второй дверной карте, и два подстаканника в центральном тоннеле. Как уже упоминалось, есть небольшой бардачок под левой рукой, где присутствует дополнительная 12-вольтовая розетка внутри, подлокотник, кстати, регулируемый, и еще одна 12-вольтовая розетка по центру приборной панели, плюс два гнезда для USB-зарядок. Ну и сам бардачок на леворге, опять же, достаточно небольшой по объему, но, в принципе, видели и меньше. Рядом с потолочным плафоном находятся клавиши управления системой предотвращения столкновений и контроля движения в полосе. Что касается обзорности, у леворга с этим все в полном порядке, так же, как и у Impreza, так же, как и у Subaru Forester в последних двух генерациях. В данном случае у нас достаточно большие и информативные боковые зеркала с функцией еще и мониторинга слепых зон, а также довольно-таки приличная линия остекления, то есть при вождении в городе, несмотря на широкие стойки, по идее, обзор при поворотах на перекрестках вам ничего ограничивать не должно. Ну, а теперь давайте посмотрим, что же у нас происходит на заднем сидении. Что касается пространства на заднем сидении, на данный момент времени я сижу сам за собой, и, в принципе, есть контакт между коленями и спинкой переднего сидения. Но, благодаря наличию здесь выштамповки, в принципе, если водитель чуть-чуть пододвинется вперед, ехать уже можно. В принципе, можно даже здесь выбираться и на дальняк. Единственное, что для троих взрослых заднее сидение все же компактного относительно спортивного универсала будет недостаточно широким. Разместиться можно, но комфорта здесь уже не будет. Для двоих, в принципе, вполне нормально. Что касается каких-то дополнительных удобств, это подстаканники в дверных картах по низу, собственно говоря, подлокотники, дополнительный центральный подлокотник с двумя подстаканниками, и два гнезда для USB-зарядок. Кроме того, здесь у задних пассажиров есть свои собственные лампы штурманской подсветки для чтения по одной на левую и правую сторону. Спинка заднего сидения, кстати говоря, по наклону здесь не регулируется, и это единственно возможный вариант. Что касается подкапотки, на Alliwork могли ставиться всего два варианта двигателя. Первый, младший по объему, 1,6 литра на 170 лошадиных сил и 250 ньютонометров крутящего момента. Индекс этого мотора FB16. Версия с турбонадуо. Появилась она в 2014 году, то есть относительно недавно, практически вместе, собственно говоря, с Леворгом. Этот двигатель представляет собой, конечно же, оппозитную четверку с цепным приводом ГРМ. Здесь используется прямой впрыск топлива с ТНВД, то есть насосом высокого давления, а также система фазорегулирования АВЦС на впуске и на выпуске. Гидрокомпенсаторов здесь не предусмотрено, как и на следующем двухлитровом агрегате. Что можно сказать про эти двигатели, пока Леворгия еще относительно свежий. Мотор достаточно новый, и какой-то конкретной статистики проблем, связанных, например, с поршневой группой, по данному двигателю пока не накоплено. Но, хотя бы исходя из особенностей конструкции и конструктивной сложности данного агрегата, а также, исходя из наличия здесь системы турбонаддува непосредственного впрыска, лить сюда желательно бензин хорошего качества, никак не ниже, чем 95-й, а лучше, конечно, 98-й. Замена масла также раз в 5-7 тысяч километров пробега, зависит от режима эксплуатации автомобиля. Что касается ресурсов цепного механизма ГРМ, то на пробегах до 200 тысяч километров он вряд ли вас побеспокоит. При осмотре подобного автомобиля, конечно, заведите двигатель на холодную, послушайте его на предмет отсутствия посторонних шумов, в том числе и со стороны муфт-фазовращателей, а также не лишний будет убедиться в отсутствии течи масла, а также масляных запотеваний, как по прокладкам головок блока цилиндров, так, например, и по лобовине. Появившаяся течь масла под крышкой ГРМ в данном случае может свидетельствовать о том, что настоящий пробег автомобиля, больше заявленного, как правило, лобовина на моторах FB-серии, начинает подтекать и сопливить на пробеге, но никак не ранее, чем в 150-200 тысяч километров. Из плюсов этого мотора весьма хорошая эластичность, мотор тяговитый, кроме того, он достаточно экономичный. В городе Леворк с этим мотором будет способен уложиться в район 10 литров на 100 километров пробега. По трассе, естественно, меньше. Что касается динамики, то большинству автовладельцев, привыкших ездить на обычных атмосферных автомобилях, динамики Леворка с мотором 1.6 должно будет хватить с избытком. Второй двигатель под капотом Леворка, куда более мощный, 300 лошадиных сил и 400 ньютон-метров крутящего момента. Индекс этого мотора FA20. И данный двигатель вы также можете обнаружить, например, под капотом Легаси или Subaru Forester Turbo. Правда, на тех автомобилях он может выдавать несколько иную мощность. Это также оппозитник, также четырехцилиндровый, также с цепным приводом ГРМ, прямым впрыском топлива и, конечно же, турбиной. В принципе, все рекомендации по эксплуатации 1.6 можно применить и к двухлитровому мотору тоже, но большая мощность и форсировка в данном случае предполагают и большую ответственность эксплуатирующего подобный автомобиль в плане выбора топлива. Октановое число заливаемого сюда бензина должно быть в районе 98, а лучше 100. Ну и смены масла столь же обязательны на коротких пробегах, порядка 5000 километров. При осмотре не забудьте проверить силовую установку на течи. Места все те же самые. Задний сальник коленчатого вала, лобовина и стык головок блока с самим блоком цилиндров. Стоит заметить, что двухлитровых LeVorgo в продаже гораздо меньше в процентном соотношении, чем автомобили с мотором 1.6. Да и стоят они значительно дороже. Сам производитель определяет ресурс данных силовых установок порядка 200-220 тысяч километров пробега. Как они будут ходить на практике, покажет время. Но почти наверняка найдутся автомобили, которые прошли отметку в 250 тысяч. Здесь все зависит от условий эксплуатации и того, насколько ответственно вы будете подходить к регламенту обслуживания. Что касается коробки передач, то на этих автомобилях устанавливался вариатор с фирменным наименованием Lineartronic. Это цепной вариатор, так называемый, коробка передач, бесступенчатая, с маркировкой TR690. На этих коробках, на их ранних сериях, а появилась эта трансмиссия в далеком 2009 году, отмечалось целый ряд проблем, в том числе, например, со втулкой гидротрансформатора. Но на современных автомобилях, к коим Леворг уже и относится данную проблему, компания, конечно, уже давно поправила. Единственное, что остается в силе, это требовательность данной трансмиссии к чистоте и кондиции масла. Поэтому залог долгой жизни вашего вариатора на Леворге будет в том числе и в регулярных сменах рабочей жидкости раз где-то в 50 тысяч километров пробега. Перед тем, как посмотреть на Леворг снизу, с подъемника, поговорим про животрепещущую, а именно про клиренс. По каталогу клиренс этого автомобиля в дорестайлинге всего 13 сантиметров, и это достаточно скромное значение. При этом визуально машина не кажется столь уж низкой. Дело в том, что расстояние от земли до края переднего бампера это порядка 20 сантиметров. Но защита, которая начинается от средины бампера примерно, это всего те самые 13 сантиметров расстояния. Поэтому не торопитесь пропускать препятствия между колесами. В случае, если едете на Леворге, это может закончиться не очень хорошо. Но если мы пойдем дальше, то мы увидим, что в принципе расстояние от земли, например, до пластиковой юбки на пороге, это 16 сантиметров. Как, кстати, и до поддомкратника задние колеса чуть побольше. Правда, здесь есть брызговички-диффузоры, которые можно легко оторвать, лазая по поребрикам. И 19 сантиметров до нижнего края от заднего бампера. Поэтому, если вам надо припарковаться к высокому бордюру, паркуйтесь задним ходом. При взгляде на Леворг снизу видно, что несмотря на низкий клиренс, особенно в передней части автомобиля, у него гладкое днище, прикрытое пластиковыми накладками. Соответственно, никаких неприятных вещей, типа низковисящей выхлопной системы, здесь нет. По своему характеру Леворг – спортивный автомобиль. Соответственно, и подвеска в данном случае даже на гражданской версии достаточно упругая и кому-то может показаться жестковатой. Однако, она обеспечивает этому универсалу весьма интересную управляемость. Так что, если вы любите и умеете быстро ездить, и цените способность автомобиля стоять на траектории, Subaru LeWord должен вам понравиться. При этом, по своему конструктиву, подвеска в данном случае не сказать, что сильно замороченная. Спереди у нас используется Macpherson. Ресурс компонентов подвески в целом достойный. И пока эти автомобили еще относительно свежие владельцы не сталкиваются с какими-либо глобальными проблемами по части ходовки. Замена, например, сайлинг-блоков передних рычагов на пробегах за 100 тысяч километров вряд ли к таковым относится. Рулевая рейка в данном случае электрическая. И при покупке LeWord в любом случае, как и при покупке абсолютно любой модели Subaru, да и вообще по большому счету поддержанного автомобиля, крайне желательно проверить рейку на предмет отсутствия люфта и стуков. Хотя для владельцев праворульных автомобилей рулевая рейка в контрактном виде может и не оказаться столь затратной в плане приобретения и последующей замены. Задняя подвеска LeWord при этом достаточно сложная. И на каждую сторону здесь приходится по 4 рычага и 2 шаровые опоры. Соответственно, при осмотре поддержанного экземпляра крайне желательно убедиться в том, что все это хозяйство находится в исправном состоянии. Что касается этого автомобиля, то при пробеге в 146 тысяч километров каких-либо нареканий по задней подвеске пока еще нет. Ну и конечно, при осмотре на подъемнике не забудьте проверить на отсутствие люфтов крестовины кардана, живость подвесного подшипника и отсутствие течи масла по сальникам приводов. На этом наш сегодняшний короткий обзор завершен. Таким мы увидели Subaru LeWord 2014 года с мотором 1.6 Turbo на 170 лошадиных сил. Если у вас был или есть подобный автомобиль и вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть в чем нас поправить, чем нас дополнить, указывайте все это в комментариях, поскольку людям, которые выбирают себе подобную машину, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну а если вам понравился именно этот автомобиль на подъемнике, то есть довольно приличный шанс, что к моменту выхода видео машина все еще будет находиться на продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас информацию по автомобилю, включая стоимость и прочие детали, вы можете узнать, воспользовавшись контактными данными в описании под этим видеороликом. Спасибо за просмотр и хорошего вам дня. До новых встреч на канале. Пока!